Добрый день, друзья! Вопросов у нас сегодня уже много, поэтому преамбул никаких не будем произносить. Впрочем, одну преамбулу позволю себе. Позволю себе вам напомнить, что мы в временном нашем колесе, годовом литургическом, движемся к празднику Рождества. Поэтому желаю от сердца вспоминать время от времени о том, что нас впереди ждет главное событие года, духовного года, не календарного, а духовного, Рождества Господа нашего Иисуса Христа. То есть нужно подойти к этой пещере с верой и покаянием. Вот, пожалуй, единственное преамбул. Ну а дальше Дмитрий пишет. Мой духовник, ему 40 лет, необыкновенный, интеллигентный, благородный, культурный, добрый человек. Я исповедуюсь в него больше года, он отпускает мне грехи, при этом никогда не ругает, не наказывает и не особо наставляет. Что мне делать в такой ситуации? Не могу я тебе ему сказать? Батюшка, почему вы со мной не строги, не особо наставляете меня? Ах, слушайте, знаете, в этом, в Евангелии Господь говорит, что кому уподоблю людей рода сего? Уподоблю их младенцам, которые на торже сидят и говорят, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали, мы играли вам, насверели, и вы не плясали. Пришел Иоанн Креститель путем праведников поститься, значит, там все, все, там не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, там, ест, пьет, значит, с грешниками общается, говорит, а, говорит, это друг матерей грешников, ядца и винопийца. И оправдалась мудрость от последователей ее. То есть одни стонут, что священники строгие, другие, понимаешь, стонут, что священники добрые. Друзья, вам повезло, у вас сорокалетний, то есть зрелый священник, интеллигентный, благородный, культурный, добрый человек, он исполняет свою службу, он принимает вашу исповедь, молится Богу, властью ему данную, снимает с вас бремена ваших грехов, чего вы еще хотите? Значит, он видит, что вы достаточно смышленый, разумный человек, который делает анализ своей жизни, понимает, где у него что неправильно, работает над ошибками. Зачем ему еще лезть дополнительно и так в нормальную ситуацию? То есть такое избыточное действие, они же не нужны, нужны, не навреди. Зачем делать то, что не надо? Кого-то начинаешь, понимаешь, тереть, ломать, пытаться, а он как бодливая коза, будет жаловаться, что вы насилуете мою совесть. Людям, конечно, угодить совершенно невозможно. В вашем случае я вообще не вижу никакой проблемы. Значит, ваш интеллигентный, благородный, культурный, добрый священник прекрасно понимает, что ему больше навязывать вам какие-то там советов и благословения не надо. Все находится в рамках благословенной реальности. Все хорошо. И вы не должны ему говорить, почему вы со мной не строги. Еще он должен быть со мной строгим. Не особо наставляете меня. Он служит, принимает вашу исповедь, читает ему Евангелие, объясняет его, как может. В остальном занимайтесь самообразованием, работайте над собой. Все равно ваша работа только вами будет сделана. За вас никто ничего не сделает. Вот. Я только могу лишний раз удивиться, насколько же, как бы, мы испорченные, да, сложно перекрученные, в косичку заплетенные люди. Как не вертись, как бы, значит, тому слишком строг, тому слишком добр, как бы. А он мне ничего не говорит, как бы. Он мне слишком много сказал, там. Вот меня ругает. Вот меня ругает. И что не сделаешь, все плохо, как бы. В общем, Дмитрий, благодарите милосердного Господа за то, что вы имеете хорошего священника в качестве духовника. И не, прямо сейчас хочется сказать, что-нибудь такое, типа там, ну, короче, не выдумывайте, в общем, есть такой русский глагол. Саша пишет. Как не нарушить заповедь исход 35.3, не зажигайте огня во всех жилищах ваших день субботы. Так, вот мы читаем 35.3. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедил Господь делать. 6 дней делайте дела, а в день 7 должен быть у вас святым. Суббота, покоя Господу, всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Я Господь. Но не только это, там, значит, евреям повелено было тогда. Например, там дальше идет повеление, вот, что сделайте приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение. Золото, серебро, медь, шерсть голубую, пурпуровую, червленого цвета, весон крученый, козью шерсть, кожи бараньи красной, кожи синей, дерево сетим, илей для светильника. Но, тогда, Саша, можно спросить, а куда мне принести бараньи кожи красной, куда принести бараньи кожи синей, и что такое дерево сетим? То есть, в принципе, надо, в общем-то, понять, что закон заповедей Господь упразднил учением и дал нам максимально простое и максимально правильное толкование все многообразие заповедей. Заповеди делятся на заповеди к Богу и к людям. И благословенный Сын Божий, Мессия Христос, сказал нам, что вот вам, значит, главные заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем помышлением твоим и ближнего твоего, как сам себя. Это вторая подобная ей заповедь. Вот во всем этих, во всех этих заповедях помещается весь закон и все пророки. Поэтому христиане избавлены от этой священной тяжести соблюдения субботы. И вы, как христианин, не обязаны бояться что вы, например, в субботу зажжете огонь. То есть этот страх с вас снят. Вы можете зажигать огонь в субботу. То есть вот, допустим, семья, исповедующая иудаизм и стремящаяся максимально соблюсти все это, как бы у них есть такая вот духовная задача, значит, максимально соблюсти все эти вещи с тщательностью, там, в еде, в одежде, там, в субботе, там, в чем-то еще. Мы этого лишены, значит, мы выпущены на свободу. Вот. Он говорит, придите ко мне труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Это означает в том числе и то, что ты исполняешь закон, исполняешь закон, исполняешь закон, весь обвешан заповедями, весь замучен заповедями, но мира нет, покоя нет, и не на свободе. Это как раб заповедей. А Христос говорит, все, забудьте, придите ко мне, я вам дам покой. Значит, он упокоивает наш дух главным и говорит, вот теперь второстепенное оставим, то есть время второстепенного прошло. Так что, эта тяжесть сохраняется, значит, на тех представителях еврейского народа, которые ревностно пытаются соблюсти законы Моисея, но еще не веруют, пока, значит, в Господа Иисуса Христа, пришедшего в Мессию. Кроме того, еще отметьте себе такую вещь, что зажигание огня было работой. Зажигание огня это было не нажатие кнопки, там, пьезозажигалки какой-нибудь, там, да, или включение света, там, повернул, там, выключатель, там, вот. А зажечь огонь, это нужно было, там, чем-то там долбить, там, камень об камень, там, значит, над сухой травой, там, значит, ну, короче, это целая процедура. Спичек-то не было, зажигалок не было, значит, значит, зажечь огонь, это большой труд. Зажигали огонь коллективно, огнем делились, там, из одного жилища этот огонь брали, там, значит, в виде углей, переносили в другое жилище, раздували там печку, целая, вообще, целая история с огнем. Поэтому они тушили огонь в жилищах своих в пятничный вечер, вот, там, засадили за трапезом, там, правда, вот, и уже, кстати, там целые, кушать-то надо, а поэтому они на субботу варили заранее, и еда была, только ее разогревать нельзя было. И они вот так вот сидели в своих жилищах, целый день субботствовали, надо было думать о Господе, ничего не делать, не утруждать больше ни вала, ни осла, ничем, никакой работой не заниматься, пододеяльники не стирать, как бы окна не мыть, грядки не копать. Вот сидели, ели, спали, читали, ходили мало, не более там определенного количества шагов. Значит, если это исполнять духовно, в этом найти можно много пользы, размышления, памяти Божьей и так далее. Но в части вот этой буквалистики, значит, она снялась, она поменялась уже вся. То есть зажигание света больше не работает, в смысле древнего, если сравнить. Вот. Ты не совершенно... Ну, впрочем, там есть такая мысль раввинистическая, что нельзя проявлять власть над миром. В субботу... Когда человек зажигает огонь, вообще-то, он проявляет свое божественное происхождение. Мне даже придется задержаться на этих словах, потому что, мне кажется, это очень важным. Понимаете ли, огонь, он совершенно не нужен никому из животных. Ни корове, ни коню, ни собаке, ни волку. Они едят сырое и греются, как дал им Бог, там, кожу, шерсть, там, все на свете, как бы, и им, как бы, тепло без огня. А вот человек, он без огня слаб, а с огнем силен. И ему огонь нужен и в жилище, и для очага, для еды. То есть человек это единственное живое существо, которое не может без огня и приручило огонь. Все остальные живые существа не нуждаются в огне, и боятся огня. Поэтому наличие огня у человека это знак его божественного, отдельного, особого происхождения. Он не от обезьяны. Вот это вот, Дарвин, если бы понял эту простую вещь, что вот огонь, наличие спичек в кармане или зажигалки, это уже говорит, что это никакие обезьяны. Обезьяна это обезьяна, человек это человек. Обезьяна может без огня, человек не может. Поэтому зажигание огня это проявление власти над миром. А в субботу нужно успокоиться. Бог царь, Бог правит миром, а я не должен миром править. Я должен знать свое место. И поэтому нельзя носить, например, обувь с гвоздями в подошве, а только такую, типа, как тапочки такие, чтобы землю не мучить. И поэтому нужно там в карманы ничего не класть, чтобы там что-то лишнее, движение не делать. А все, что есть, у тебя должно там висеть на веревочках, там, вплоть до ключей от квартиры. Там это все разработанная система, очень интересная, ветхозаветная, раввинистическая. Она посвящена одной такой смиренной мысли, такой, в субботу ты должен максимально помнить, что есть Бог, который мир создал и миром правит. А ты, человечек, знай свое место и миром не правь. Не зажигай огня. Вот в чем смысл. Поэтому, если вы будете, Саша, понимать, что у нас есть ограниченное место, локальное, ответственности своей, и что хозяин мира Господь, а не мы, той же Бог наш, а не мы, мы же овцы пажите Его, и мы люди Его, то вы исполните субботу таким образом. Потому что суть не в том, чтобы огня не зажигать просто. Ну, не зажигай, да и все. А зачем? Надо же понять, зачем, если это можно. Вот если ты поймешь, что ты в этот день власть над миром не проявляешь, землю не копаешь, сон ее не будешь, с деревьев яблоки не обрываешь, там и так далее. Не черплешь воду из реки ведром. То есть ты вообще сел, как бы, и не отсвечиваешь. Тебя как бы нет. Но ты сидишь и думаешь про Бога. Вот тогда ты субботствуешь. А если ты просто сидишь и свет не зажег, вот я был в Израиле, как раз попал однажды на субботу, и там прямо соседи приходят и там просят, включите нам то-то, то-то, потому что они не нажимают кнопок в этот день. То есть кнопку нельзя нажать. Ну, я хорошо, их так научили, так они соблюдают заповеди, что-то тут ни на чем не подтрунивать. Но как бы, ну, смысл-то не в этом. Смысл в том, что я не хозяин. Я сел и как бы и не командую. Вот если вы будете иметь такие мысли в голове, значит, вы исполнитель субботы. Вы не нарушили заповедь. Мне этот вопрос нравится, да. Вот я бы про него еще бы поговорил, но мы просто не успеем. Дальше. Что значит заповедь «Не любите мир, а не того, что в мире? Кто любит мир, в том нет любви отчий». И еще, дружба с миром есть вражда против Бога. Правильно ли я понимаю, что это означает, что надо быть в этом мире, но в духе не этого мира. Да. Не принимать то, что люди любят, ну, в смысле культуры, моды, одежды, суеты, гордости житейской. Да, вы очень правильно понимаете. Слово «мир», оно же у нас в славянском языке пишется через «и» десятиричное, через «и» восьмиричное. Имеет два значения. В одном слове мир – это как бы вот олам, вселенная. В другом смысле мир – это, значит, шалом, в смысле вот покой. Вот так оно в этом самом, в еврейском, там олам – это мир, вот, значит, а шалом – это мир. В греческом то же самое. Космос, козму. Ирине – это, значит, то симпантон козму, там, о мире всего мира, например, когда, оно по-русски амонимично звучит. То есть про мир мира молимся, да, что это такое. А масле масле нам нет. Это разные миры. Значит, о мире мира – это, значит, о покое Вселенной. И Вселенная – это космос, а мир Божий – это Иринис. Иринис. Вот, и имя Ирина, оно означает мирное, мир. Поэтому будьте в мире, в космосе, но не от мира сего, не от этой Вселенной, так сказать, не от этого падшего мира. А нужно иметь мир Божий, мир Вышний, мир от Бога, этот шалом, значит, да, то, что там, салям, это все одно и то же. Это мир. То есть имейте мир между собой. Соль имейте в себе, а мир имейте между собой. То есть живите в мире, не от мира. Совершенно правильно вы понимаете. Будьте здесь, вот в этой Вселенной, в этом космосе, но имейте в себе Иринис, этот мир Божий. И что касается культуры, моды, одежды, суеты, гордости, житейской, то понятно, что суета и гордость, житейская однозначно вне похвалы. Суетиться не надо, гордиться нечем. А культура, моды, одежда, здесь нужно разбираться. Несмотря что, там, допустим, в любой картинной галерее вы найдете что-нибудь то, что вас тронет и заинтересует. Поэтому в культуре нельзя все отвергать. Там есть очень много прозрений и таких, что ли, педагогических ступенек к будущему очищению, к познанию. Мода, понятно, что если это высокая мода, от кутюр, то это одно, это коммерциализированные какие-то свои фокусы над человеком. Плюс рынок белых рабынь, как говорил один святой. Все эти конкурсы красоты, эти хождения по подиуму, как бы это просто такие курятники, курятники, значит, в общем, это отдельная тема. Ну, а мода, как бы, что-то просто мода, это мода. Так что вы все правильно поняли, да. Вы сами задали вопрос и сами хорошо его расшифровали. Быть в мире не от мира, то есть быть здесь, не отсюда. По сути, как бы, как бы, живи как посол иностранного государства, потому что территория посольства, территория чужого государства. Территория испанского посольства, территория Испании. Там испанский корабль под испанским флагом, например, там в море, кусок Испании плывет по морю. Потому что на этом корабле, как бы, значит, территория Испании. И капитан корабля, значит, совершает полномочное представительство, как бы, своей страны на этом корабле. Он может там заключать браки, например, фиксировать смерть, там еще что-нибудь такое, там, чуть ли не объявлять войну локальную. Ну, я шучу. Так что вот, и когда ты находишься здесь, но не отсюда, как бы, ты получаешь, что ты посол другого государства. И христианин, как бы, он по сути является послом Небесного Царства. То есть церковь – это такое посольство, амбассада. А мы – амбассадоры. Ну, и вот как бы вплетаем там следующее. Что значит быть православным христианином? Десять лет я воцерковлен, стараюсь в воскресенье пресвящаться, читаю Писание, служу алтарником. Нет ощущения, что я христианин. Может ли это из-за грехов? Георгий пишет. Да поможет вам великомученик Георгий, уважаемый Георгий. Я думаю, позволю себе вам сказать такие слова. Христианство – это не вера отдельной личности. Вернее, конечно, приходить к Богу нужно как личность, но придя к Богу как личность, необходимо найти общину, в которой нужно, так сказать, вплестись в нее, как нитка в ткань, и находиться в общине. За пределами общины, брошенной сам на сам, как бы со своими проблемами, там, как бы, или вот в этой состоянии атомизации современной общества и церкви, человек не чувствует себя в полноте. И сама вера, как полнота, дается общине, а не отдельным людям. Поэтому одной из проблем нашей церковной жизни является атомизация нашего общества, вообще, и церкви в частности. Вот так, например, что ты ходишь, например, в приход, в этом приходе, скажем там, условно говоря, 300 человек, да? Из этих 300 человек, человек 50 знают друг друга, перекрестно. Я знаю его, ее, 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 меня знает он, она, да, 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 да. А остальные, например, там, 200, они никого не знают, никто не знает их, их не знает священник, как бы так, и, как бы, они никто не хочет особо никого знать. И за пределами богослужения, как бы, у людей нет общих интересов. То есть мы не можем, например, там, собраться и, там, отпразднить, там, вот, день рождения, там, этому человеку. Или, там, скажем, собраться, там, и помочь, там, вот, ему, там, у него стройка, например, там, разгрузить ему, там, прицеп кирпича. Или что-нибудь еще сделать такое, там, пойти... То есть у нас нету такого вот этого братского перекрестного общения. Поэтому мы вместе не молимся, кроме как на богослужении, ну, так, там тоже часто молится каждый за себя и каждый по-своему. И нету общинного духа. И если общинного духа нет, то люди теряют веру. Потому что, повторяю, вера дана общине. Она дана телу, организму, церкви. Она дана многим, а не одному. Не кажут, на тебе веру, на тебе веру, на тебе веру, как бы. И потом каждый ходит со своей верой. Как бы, значит, это... если у нас вера одинаковая, вера отеческая, вера древняя, апостольская, однажды преданная святым, как пишется, значит, то мы должны с этой верой слиться воедино и уже, как бы, поддерживать дружескую связь, братские общения, совместную молитву. Если этого нету, вера чахнет. Нету ощущения принадлежности. То есть ты никому не нужен, тебе никто не нужен. Я не знаю епископа, епископ не знает меня. Я не знаю этого священника, этот священник не знает меня. Я хочу с ним познакомиться, а он не хочет жить. Да ну его в баню. Или он хочет с ним познакомиться, он говорит, да ну его в баню. И как бы каждый живет по-своему. Тогда, конечно, вот это вот чувство общинности, семейственности, как раз у нас несколько так в дефиците. Отсюда наши, мне кажется, проблемы. Поэтому ваша проблема, мне кажется, именно только в этом. Все остальное у вас есть. С формальной стороны у вас все есть. У вас даже мистически все есть. Вы причастие принимаете. У вас есть Слово Божие. А ощущения, что вы в полноте, нет. Мне кажется, это проблема наших общин. Я, конечно, с великой долей вероятности могу ошибаться, но одна из таких мыслей у меня по вашему вопросу именно такая. Сергей пишет. В Евангелии приводятся слова Христа «Итак, отдавайте кесарю, кесарево Божие Богу». Что эти слова значат в современном мире? Что сегодня кесарево, что Божие. Ведь есть то, что и не кесарево, и не Божие. Я вот не знаю, есть ли что-нибудь, что не кесарево и не Божие. Таких автономных, никому не нужных, лежащих, брошенных. Ну, может быть, кость на земле лежащая, которую ни одна собака не сгрызла. Может быть, она и не кесарево, и не Божие. А так, по большому счету, все кому-то принадлежит. Вот, например, ты зашел в лес, как бы, это Божий лес. Потом смотришь, что такое частная территория, там, значит, правит, там, тра-та-та. Дон Кросс, там, как бы, не заходил, не заходил. Это уже кесарево. Какой-то кесарь, значит, приобрел себе, и уже там грибы не пособираешь. В общем, если вспомнить вот ту изначальную историческую реальность, в которой эти слова были произнесены, то там речь шла о монете. А монета символизирует, набирает в себе всю глубину общественных отношений. То есть все, что есть в обществе, в государстве, оно как-то концентрируется в деньгах, в отношении к деньгам. Это тебе и налоги, как бы, там, и все, что можно купить, там, и продать, это все, как бы, через деньги-то все видно. Поэтому Господь говорит, там, про деньги, его же поймать хотели. Хотели поймать его. То есть давать подать кесарю, не давать. Были, например, зелоты, которые, реально, нету никаких податей для кесаря. Есть только подать на храм. Подать на храм Божий. Есть только один царь, Егова. Господь, имя ему, страшно имя его, то есть он Господь. Все остальных царей нету. Там, нейроны всякие, диоклетианы, там, все это. Вот, подать на храм, царь Бог, все. И вот, допустим, а другие, саддукеи, например, говорят, нет-нет, надо давать, там, все, типа, не трогайте, все в порядке. И вот спросили Христа, что, давать, не давать? Его поймать хотели. Потому что, если бы он сказал, не давайте, тогда они говорят, ну, как не давайте, он, первосвященники дают, а ты, речь, не давать, ты что, смутьян, что ли? Скажут, он против кесаря. И так потом и сказали. А он скажет, давайте. Он говорит, как давайте? Это же языческий царь, это же наш поработитель. Ты что, за него, что ли? Ну, короче, поймать хотели его. Загнали в угол Иисуса Христа. А он сказал, дайте монету, дали. Говорит, что надписание? Чей образ? Кесарев. Так, отдавайте кесарю кесареву. А Божий и Богу. То есть, он, во-первых, вышел божественно из этой ловушки, которая вообще обычно человек бы не вышел. Во-вторых, он сказал, что вот налоги платить надо? Надо. Ну, да и платите налоги. А если они обременительные? Платите обременительные. А нужно понимать, что власть кесаря не оспаривалась. Что такое власть кесаря? Это я сказал, ты сделал. Если солдат римской армии взглядом, взглядом выказывал неодобрение приказа командира, например, там, сегодня в корул пойдет, а потом там пупли такой-то, значит, такой, и секс такой-то, там, опять я такой. Смерть на месте. В амуницию оделся, попрыгай, попрыгал, там, что брякает, звенит, такой, смерть на месте. Заснул на посту, смерть на месте. Римская армия, это вот такой кулак железный. Это власть римского императора. Что такое императора не послушать? Что такое император вообще? Господи помилуй, это страх и ужас. Вы знаете, какими именами их называли? Они были просто обожествлены еще при жизни. Например, у императора Домицано был официальный титул. Кир, значит, Деус Эндоминус, Деус Удоминус, то есть Господь и Бог. Их так называли, спасителями называли их, Сальватор, император, допустим, да? То есть, и даже в этих условиях нечеловеческой власти, когда вот вообще ты там пищать не мог, не то же там демонстрации, там, выйти на протест, там, или какой-нибудь там оппозиционные партии всякие, или там какой-нибудь там эхо Иерусалима, там какой-нибудь там вещает. Там вообще была просто торба вот такая жесткая такая, там вообще там пикнуть нельзя было. И в этих условиях Христос все равно говорит, отдавайте кесарю кесарево. Потому что у вас есть гораздо больше Божьего, которое нужно Богу отдавать. То есть, память, совесть, вера, все силы души, это все, это не кесарево, это Божье. Кесарь хочет с вас то, что можно потрогать руками. Хочет, чтобы ты отдал ему там подушную, там какую-нибудь, там такую, такую, там подать. Вот, и налоги там разные, работы общественные, там строительство дорог, там еще. Но никуда не денешься, иди работай. А совесть, душу, память, волю, слова свои, мысли свои отдай Господу. Вот об этом говорится. И в этом мире все разделено. Нет таких чужих вещей, которые никому не принадлежат. То есть, отдавай то, что нужно этим всем, как бы, значит, государственным механизмам, чтобы тебя не трогали. То есть, плати за то, чем пользуешься, или не пользуйся. Пользуйся телевизором, плати за телевизор. Пользуешься, значит, машиной, там, плати, значит, налог на машину, там. Короче, не хочешь платить, не пользуйся, как бы, значит. Но это все, как бы, вторично, как бы, все свои душевные силы Богу отдай. Там же еще есть такое, на монете был образ и надписание. То есть, надпись такая, да, кто это? Там, Кесарь, например, там, Деций. Вот. А на душе есть тоже образ. Это некий оттиск божественный Господа. И некое имя надписание. У нас же где-то там на лбу написано, как бы, веришь, не веришь. У кого-то на лбу уже написано 666. Ну, кто-то там, типа, какой-нибудь там Моргенштерна, там, значит, не очень умного, уже себя нашлепал, как бы, налобешник, как бы, эти циферки. А у кого-то даже без этого все, без наколок всяких, просто на башке прям 666, прямо видно на нем, как бы, он уже под печатью. А вот написано, верю и исповедую. Верую Господи, я кот и сего истину Христос. Теперь за Христос царь на лбу написано у кого-то. Так что душу Богу надо отдать. Вот. А эти всякие сложности всякие разные там, надо отдать кесарю. Сказать, одень маску, иначе не пущу тебя там сюда. Ну, одень маску, Господи помилуй. Потом все равно снимешь эту маску. А я кому я одеваю, Богу или кесарю? Да кесарю, кесарю. Ковиду, что ли, кесарю. Там, покажи QR-код. На тебе твой QR-код. Это кому? Это Богу, что ли, QR-код покажи? Нет, это кесарь. Да на тебе твой QR-код, слушай. Все, посмотрел, отцепился. Ну, все. Ну и все. Покажите права. На тебе вам права. Покажите техталон там какой-нибудь. Страховку покажите. Вот вам страховка. Это что, Богу, что ли? Нет, это кесарю все. На тебе вот. Вот кесарю покажите вот это, это, это. Маску оденьте, маску снимите там. Язык покажите там. Что там еще покажите? Это все кесарю. Со всех сторон. А Богу надо найти, вопрос вообще в Боге. Надо найти то, что я Богу отдаю. Что это я Ему отдаю? Вот я Ему отдаю вот это, отдаю это, отдаю это. Вот отдавайте Богу Божию. И очень трудно найти что-нибудь нейтральное. Грех ли это, если проповеди моего духовника, одновременно начальника, я работаю в храме, мне стали неинтересны. Ответы все нахожу у других священников на духовные, житейские вопросы. Надо ли исповедоваться в этом своему духовнику? Ни в коем случае не надо в этом исповедоваться духовнику. Потому что вы создадите себе большие ненужные проблемы, и вина в этом будет ваша. Не нужно говорить священнику каких-нибудь, вы знаете, я раньше вас уважала, а теперь не уважаю. Ну зачем такое говорить? Надо быть глупым человеком, чтобы такие вещи. Я раньше слушала то, что вы говорите, а потом перестала вас слушать. Короче, вы мне стали неинтересны. Ну неинтересны тебе, да и ладно, ну мало, священник не обязан быть всем интересным. Поэтому в этом не надо исповедоваться. Вообще люди считают, что они должны на исповеди все это рассказывать. Это вообще вопрос не для исповеди. Надо ли мне исповедоваться в том-то, зачем в этом исповедоваться? У исповеди есть совершенно свои ограниченные локальные функции. Исповедь бичует грех и возвращает человека к этой утраченной благодати. Все, у него больше нет других функций. Вот это вот поговорить там об этом, об этом, все, что в голове, все, что в печи на стол мечи, все, что подумал, все на исповеди наболтал. Зачем это? Священник не должен то выслушивать. Даже не потому, что он обидится. Даже вопрос не в этом. Просто это вопрос вообще не для исповеди. Ну и что? Вот я там... Вот вы когда в школе, например, учились, разве все преподаватели могли зажечь ваш интерес к предмету? Я уверен, что нет. Если учились в институте, например, разве все преподаватели могли влюбить вас в свой предмет? Я просто уверен 100%, что таких нет такого, чтобы все преподаватели одинаково как бы вот... Ну вот это мы бы просто тогда бы воспарили бы от гениальности. Обычно ходишь в школу, как бы, значит, и у тебя там 10 преподавателей, из них 8 вообще никуда не годные. Один так туда-сюда, как бы, значит. А один просто фейерверк. Как бы ты ходишь в школу ради него. И ждешь, когда будет этот урок. Не важно что. Может быть, это урок труда. Вот такой классный трудовик там. Или это какой-нибудь урок там географии какой-нибудь. Вот. И все. А ты должен говорить каждому... Вот я ваши уроки не люблю. А вот уроки, например, Степана Федоровича очень люблю. Зачем это говорить? Чтобы они поссорились? Или чтобы там... Чтобы что? Вообще забудьте о том, чтобы говорить все, что вы думаете. У вас должно быть сердце, как глубокий колодец. И вы на дно этого колодца бросаете эти глупые камни, как бы. Молчать вообще. Молчать. Ну, подумал я. Я подумал, что вот он там то-то-сюда наперекосел. Что, я побегу ему рассказывать сразу? А вдруг я ошибаюсь? Мало ли, что я подумал. Тьфу! Буль. И в глубокий колодец этот камень кинул. Ну, пусть он там лежит, как бы, есть не просит. И вы так делаете. Работает человек в храме, как бы, значит. Ну, да, батюш. Ну, я понимаю, как бы, нам не нравится там... Сколько раз, например, мы служим, например, в храмах, где... Мне не нравится, как регент поет, например. Я не настоятель, я не меняю регентов, например. Его, допустим, не нравится. Ну и что? Ну, пою, с кем есть. Мне там не нравится, когда читает, читает. Ну, реально не нравится. Он то ли быстро читает, то ли жует под нос, то ли неправильно слова произносит. Ну, так надо учить его, а не выгонять его там. Что я ему договорить, что... Ну, я... Мне не нравится, что ты читаешь. Да какая разница, нравится, не нравится. В общем, в коллективе не могут все всем нравиться. В коллективе люди для того и собраны вместе, чтобы смиряться. А говорить все подряд на исповеди, это как бы, это патология. Потому что исповедь не существует для того, чтобы говорить про все. Там только надо совершить так процедуру, как бы, извлечения инородного тела. Надо хорошо относиться к священнику. С уважением. Мало ли, я сейчас начну вспоминать, с какими священниками приходилось служить. Там еще по намарем, там, кем-нибудь там, каким-то сопляком там этим в стихаре. Слушайте, да там такие чудаки были, что... Ну и что? Все их любил по-своему, как бы, там... В каждом была какая-то своя черта хорошая, каждый был по-своему чудаковатый такой, по-своему. Вот, там каких-то особых таких великих учителей, таких орлов, богословия таких не было. Просто такие смешные, такие потешные, добрые, старые уже такие, значит, такие батюшки. Каждого любишь, каждого любишь, каждого уважаешь, каждому готов поцелать руку искренне. Но никаких восторгов, как бы, от их проповеди тоже не было, как бы. Ну и что? Кому что, дал Бог. Стоит ли в наши времена создавать семью? Смотришь, все рушится. Как спасать семью, когда не знаешь, что одному тебе делать? Юра пишет. Знаете, Юра, в ваших словах есть резон, только не нам это решать. Господь наш сказал, что до конца дней весна, зима, сеяние, жатва, там, значит, не прекратится. Два будут на селе, один возьмется, другой оставится. Два будут на кровати, один возьмется, другой оставится. Короче, природный закон мира сохранится. И вопрос создания семьи – это вопрос природного выживания, это требование самой природы, потому что человеку нехорошо быть одному. И семья, значит, нормальная человеческая семья, библейское, божественное происхождение, где есть муж и жена, и должны быть дети, как бы это явление природное. То есть наступает время, там, понимаете, приходит время, да-да-да-да-да-да-да, там, 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 снеговые горы тают, они до сна, там, приходит время, значит, люди голову теряют, и это время называется весна. То есть люди хотят создать семью, потому что они начинают, как бы, тосковать и томиться в одиночестве. Им нужен не друг именно, а половина. Потому что друг, друзья есть, там, всегда, там, в шахматишки сыграть, на футбол сходить, там, как бы, там, друзей хватает. А это самое, а вот люди половину ищут, поэтому уже тучи сгущаются, уже, как бы, конец света, там, на пороге. Ну, да, шутки шутками, на самом деле все серьезно. Страшно детей рожать в этот мир, в этот мир садомлянский, этот садомский мир, да? Непонятно, как... Короче, страхов куча, но страхи страхами, а природа природой. И нужно все равно искать себе подобную себе пару, половину, и с Божьим благословением создавать семью и как-то тянуть вместе. Она же не... Вы пишете, смотришь, как спасать семью, если когда не знаешь, что тебе одному делать. Ну, семья ведь дается не для того, чтобы вы ее спасали. Семья сама вас будет спасать. Вот, когда ты один, то ты, как бы, сам спасаешь, сам погибаешь, что-то там, что-то сам с собой делаешь. Вот. И думаешь, как бы, я себя спасти не могу, как же буду семью спасать? А это не ты будешь семью спасать. Это семья тебя будет спасать. То есть семья будет создана для того, чтобы жена помогала тебе, ты жене, потом дети, и там, чтобы Бог вас всех вместе как-то там вытаскивал, как бы, за уши там из болота. Короче, семья будет спасать человека, а не человек-семью. Так что страхи вполне очевидные. Времена движутся в одну сторону. То есть время, насколько я понимаю, фокусов с нами не совершает, но течет однонаправленно. И события движутся наши не в сторону райских кущей, а в сторону второго пришествия. Ну да. Поэтому там сказано, что горе беременным и кормящим в те дни. Да, все это есть. Но природа есть природа. Как бы, значит, и исполнять долг нужно, и искать половину себе нужно, потому что зачахнешь. А так, например, а замедлит Господь со страшным судом. Ты думаешь, он будет через 10 лет, а он, например, будет через 150 лет. Ну, допустим. Как бы, и ты до старости доживешь, думаешь, ай, ё-моё, что-то я ошибся в расчетах. Постарел в одиночестве. А мог бы стать отцом, как бы мог бы иметь детей, жену, и так далее. Короче, здесь не нужно гадать, потому что ошибешься. Здесь нужно любить, создавать семью, и семья будет тебя спасать. Я так думаю. Тут Любовь пишет, значит, какую-то ситуацию такая, которую я, конечно, в деталях не знаю. Какие-то люди распространяют видео там о человеке, и люди смеются над каким-то там недостатком телесным ее. Она об этом знает, и скорбит, и спрашивает, что делает об этой ситуации. Может ли это быть воля Божия по пущению за мои грехи? Это может быть, что хотите, скорее всего, даже если вы были небезгрешным человеком, просто у людей столько злобы и глупости, что они своей злобой и глупостью все равно кого-нибудь поранят. Не нужно на себя, так сказать, обращать объектив поиска виноватых. Ясно, что можно закозлить себя, и сказать, это все моя вина, это все мои грехи. Нет, вы имеете в виду, что у людей много злобы и глупости. И вот это они, при помощи этих телефонов, этих своих, этих цацок, этих дурацких, они как бы обижают друг друга. Они снимают всякие пакости друг за другом. могут там, например, бить толпой, потом снять избитого, выслать в сеть, глянь, какие мы герои. Могут чужую ошибку, чужой какой-то недостаток растиражировать. Да, потому что и у них злоба, и глупость в избытке. Поэтому здесь, что тут скажешь, тут надо перетерпеть, перетерпеть. Но то, что вам, конечно, за такие скорби, какие-то грехи, которые есть, простятся, это тоже правда, потому что такое поношение, такое потерпеть, это непросто. И эти скорби, все они шлифуют душу. Короче, примите это все как лекарство, как горькую пилюлю от жестоких людей. Мне вообще, вообще надо сказать так, у нас есть строжайшая заповедь вот здесь, в этой святой книжке, значит, есть строжайшая заповедь о том, чтобы мы не смеялись над людьми, как мы сейчас говорим, с особыми потребностями. Вот если, например, там человек одноногий, там одноглазый, там, не знаю, на коляске, там, что-нибудь, там, слепой, там, что-нибудь еще, или там говорит с дефектом, как Моисей, говорит, ничего не понятно, там, или как-то еще ведет себя странно, там, не знаю, после инсульта, там, его перекосило, значит, короче, там написано, вот в этой книжке святой, что не смеешь ты смеяться, там, или как-то проявлять неуважение, там, или что-то на высокомерие к такому человеку, там пишется, я Господь, то есть в это время надо Бога вспомнить, говорит, у него, у этого человека, и у меня над нами Бог, не смей смеяться над коллегой, там, или над кем-нибудь, там, над человеком с дефектом, там, как-то заячь губа, не знаю, что-то еще, какое-то бельмо на пол лица, вот посмеешься, будешь наказан, потому что Господь запрещает такие смехи, охи смехи такие, это надо вообще всем, не знаю, написать на стенках в школе, вот эту заповедь такую, там, не смей, там, подставлять ножку слепому, там, это заповедь звучит, такой, или что-нибудь еще так идет, то есть я Господь, то есть бойся Бога твоего, поэтому видишь коллегу, нужно вспомнить про Господа, и бойся Господа Бога твоего, во все дни, но, видите, без закона Божьего люди сатанеют, как бы, и скотинеют, как бы, поэтому, а у них еще телефоны в руках, и они могут смеяться друг над другом, это все, весь мир вываливать, ну, дожили, что называется, поэтому потерпите для прощения ваших возможных, там, всяких слабостей, да, а все, кто слышит, должны слышать, что над стариком, коллегой, значит, над кем-то посмеешься, без наказания не останешься, Катерина пишет, нужно ли терпеть, когда тебя унижают, или можешь унижать свою защиту, можно сказать свою защиту, конечно, можно, вот, смотрите, у нас было 3 или 4 вопроса от мужчин по писанию, там, исход 35-3, там, про огонь, про субботу, значит, потом, не любите мира, не того, что в мире, значит, там еще одно было там по писанию, такое, потом уже мы заходим, как бы, в полосу женских вопросов, заметьте разницу, ничего личного, вот, но, все-таки, у женщин и мужчин совершенно разные умы, если мужику нужно, что-то там такое, так, а почему здесь написано вот так, а вот здесь написано вот так, а что это значит, сейчас надо подумать, такое, не знаю, сам спрошу другого, то у женщин там уже там заползает, какой-то в сферу каких-то там, эмоциональных переживаний, но это ладно, это тоже нормально, это в этом нету греха, короче, Катерина говорит, нужно ли терпеть, или можно защищаться, ну, можно защищаться, у вас есть чайское достоинство, если у вас там, ну, ситуации всякие бывают, как бы, значит, но защищаться можно, я даже не буду разбирать, как бы, миллионы различных случаев, как бы, там, где-то в троллейбусе, на работе, по соседству, где угодно можно защищаться, или словами можно, или звать на помощь, там, или писать заявление в милицию, если там вам что угрожает, конечно, защищайтесь, конечно, у вас есть достоинство, и не позволять себе унижать, тут даже нечего объяснять, как бы, просто надо разбираться, каким образом, в какую меру, как бы, потому что у защиты есть вот тоже своя мера, то есть можно защищаться в меру опасности, если муж уверовал в Бога, а жена еще нет, или наоборот, стоит ли жить им вместе, или грех ли будет развестись, пишет Дарья, ну, начались, вот уже фокусы пошли, какие-то женские, что значит развестись, что значит развестись, независимо от того, верует ваш муж или не верует, вы, это ваш муж, и вы должны жить с ним вместе, тут никаких разводов речи быть не может, да, люди приходят к вере не в одно и то же время, не в один и тот же день, и когда вы женились, вы были более-менее одинаковые, а теперь на каком-то этапе, значит, кто-то пошел раньше, кто-то пошел позже, как бы степень развития внутреннего не одинаковая, ну, о разводе речь идти не может категорически, вам нужно как-то клеить свою жизнь, значит, и лепиться друг к другу, вне зависимости от того, что вы пока что еще вместе в храм не ходите, еще вместе Богу не молитесь, надо жить вместе, и достигать того состояния, когда вы приходите, тут, знаете, если, например, муж уверовал, а жена нет, я вот не знаю, что здесь, когда жена уверовала, а муж нет, эта ситуация более часто повторяющаяся, она как бы классическая даже, во всех народах женщины как-то верят больше и терпят больше, и они рожают, там, и за детей молятся, там, все-все-все, там, и соблюдают религиозные обряды в своей традиции, в своих народах, религиях, а муж может там как бы быть такой себе, там, попрохладнее, да, но жена отдает ему почтение, значит, там, готовит то, что положено, ведет себя так, как положено, значит, такой молится Богу, там, а муж как бы еще далеко, еще ему до этого всего, вот, это как бы традиция даже такая, она, это можно проследить просто на миллионах примеров в разных народах, вот, когда муж уверовал, а жена нет, это какая-то такая особая ситуация с какими-то своими сложностями, но здесь я не хотел бы теоретизировать на эту тему, ну, что семьи все разные, люди все разные, но в любом случае о разводе речь не идет, Боже сохрани, брак вообще, как говорит профессор Троицкий, это общечеловеческое таинство, потому что брак не верует, брак не крещеных, скажем, людей, это тоже таинство, это тоже брак, то есть супружество, от слова брати, не от слова поломка, есть такая мулька такая, что, дескать, хорошее дело браком не назовут, это, это филологическая шутка, потому что слово брак, в смысле поломка, это слово немецко-голландского происхождения, а слово брак в смысле семья, это слово славянского корня, слово брати, беру себе тебя, то есть и я тебе себя беру, вот мы побрались, побрачевались, вот так что брак, это общечеловеческое таинство, никаких разводов, надо иметь, а то еще получится, что Бог виноват, что вы развелись, ну я же вот уверовал, а он же вот не уверовал, но я от него ушла, то получается, что вы поверили в Бога, чтобы от мужа уйти, что ли, только такая странная вера получается, надо к Богу прийти, еще крепче за мужа держаться, а так пришел к Богу, и от мужа, в общем, да, вы мне поняли, то есть поехали дальше, можно ли посещать литургию в будни, вместо воскресного дня, Андрей, тезка, здрасте, с Днем Ангела, сегодня Андрея у нас, первозванного, посещать литургию в будни, можно и нужно, но не вместо воскресного дня, воскресный день вообще, это застолбить себе нужно всем, это не отбывание номера, как бы, это не типа на тебе Божий, типа раз в недельку я схожу в церковь, как бы на тебе Божий, нет, это не то, именно почитание воскресного дня является корневым и родовым признаком христианства, потому что Христос воскрес в этот день, в этот день была Пятидесятница, в этот день было откровение Иоанну Богослову, день воскресный, в этот день собирались апостолы на юхаристическую трапезу, это день проповеди, день преломления хлеба, день возвещения царства, всякий раз, когда будете от хлеба всего есть, от чаши себе пить, мою смерть вы возвещаете, мое воскресение исповедуете, доколе он придет, поэтому оно не заменяется ничем, поэтому воскресенье нужно быть в церкви всем крещенным людям, если для них Христос дорог, и вера хоть что-то значит, иначе вы просто не христиане, вы крещеный атеист, поэтому ничем не меняем это, значит, воскресенье. Еще, например, не было праздника Петра и Павла, еще не было, потому что они были живы, а воскресенье праздновалось, еще Николай Чудотворец жив был, был, да? Какие праздники праздновал Николай Чудотворец? Воскресенье. А Николай Чудотворец праздновал Николая Зимнего? Нет, он сам Николай Зимний. И Николай Летний, это все он же. Значит, а что он праздновал? Воскресенье. Понимаете? У нас так бывает, что на Николая битком воскресенье пять людей, пять коллег. Что это такое? Что, Николай выше воскресенья, что ли? Воскресенье выше всего. Воскресенье выше успения, выше введения, выше покрова, выше Рождества. Нет, Рождества нет. Рождество, Пасха выше. Выше Рождества Богородицы, например, да? А вот уже на буднях, пожалуйста, если у вас есть время, силы, возможность, желание, храм недалеко, и там служат часто, и у вас есть возможность, тогда, пожалуйста, можно ходить хоть каждый день на обеднюю на литургию святую. Там оно тебя полтора часа займет, поставил, помолился, побыл на Евхаристии. Так что не заменяйте ничем, хотите сколько хотите, хоть семь раз в неделю, но воскресенье должно быть на своем царском месте. Это царица, воскресная литургия, царица. Какова посмертная участь детей, убиенных в материнском чреве? Если бы я знал, нужно ли за них молиться и как? Нужно было абортов не делать. А вот это вот, вот это вот дальше, вот это все, это знаете, как вылитая на землю вода, которую нельзя собрать. А что теперь с ней делать? Я не знаю. А какая их участь? Господь знает. Вот так вот держит на одной каком-то образе, как Христос плачет так вот, а так вот у него в руке, не вот так вот причем, так, чтобы они его видели, а он их, а вот так вот, чтобы он про них знает, а они его не видят. Такие души, душеньки там, эти маленькие такие, а он плачет о них, что повыдергивали их из животов раньше времени. Короче, в общем, это поздний вопрос. Что там с ними и как за них молиться? Как за них будешь молиться? Как? Даже не буду в этом. Есть много на эту тему и книжек разных, и всяких там домыслов, как бы и откровений, как бы и прозрений, и фантазий. Что хочешь тут есть? Ну, слушайте, давайте не будем об этом сегодня. Главное не делать абортов, все остальное приложится. Что делать, если у христианина нет желания поститься, а слабла тяга к молитве? И какое расслабление в духовной жизни и грехов не чувствует? Короче, нет ничего там покаяния, там, т.д. Как изменить такое остальное к лучшему, чтобы пост принес пользу? Значит, Евгений, смотрите, человек может просто устать, реально просто устать, и все. Он может выработать эти полностью залоги благодати, которые дал ему Бог, и прийти в состояние внутренней пустоты, оставленности. Вообще, каждый человек должен пережить так называемую богооставленность в какой-то мере. Это чувство, что ты один, ты никому не нужен, и небо мертво, свинцовое небо, тебя не слышно, ты один. Это нужно пережить каждому человеку, ну, чуть-чуть там, или больше, это уж как кому Бог размерит. Так что нужно спокойно отнестись, ну, как бы, это больно очень, но надо с пониманием отнестись к периодам духовной сухости и немощи. Сухость и немощь. Но нужно сменить еще направление движения, например, повторяю, что, например, миллионы людей проснулись от этой книжки. Если вы с ней знакомы, аллилуйя, если нет, познакомьтесь. Значит, тут есть много такого, возьмите Иова, начните штудировать Иова, возьмите пророков, там, Захарию, Амоса, Авакума, начните штудировать малых пророков, потому что мы не знаем Божьего Слова, как бы, от этого у нас там вообще в голове какие-то тараканы бегают. Значит, надо заняться Божьим Словом. Может быть, вам это поможет, может быть, вам это неизвестно. Ну, так, знаю чуть-чуть, а может быть, допустим, куда-то перемединить место, сходить в паломничество какое-то, съездить, в другой храм походить, ну, как-то так, то есть, ну, сделать какие-то движения для того, чтобы, что ли, несколько разнообразить в рамках благословения в рамках этого благодатного жития на свою жизнь, потому что если, вот, говорит человек там, я там 30 лет читаю утренние молитвы, говорит, я уже так себе мозги заездил ими, что я уже их не чувствую, то есть, я по памяти их читаю там или там с книжки читаю, вот, как бы, надо что-то менять, все там, говорит, возьми Шестопсалмия, читай, вместо, почитай какое-то время там вместо утренних молитв Шестопсалмия. Пришли, говорит, о, да, класс, слушай, я прям почувствовал по-новому вот утреннюю молитву, потому что люди действительно привыкают, заезживаются, замыливаются, вот, надо как-то, может быть, сменить что-то вот в рамках благодати, да, в другой храм пойти, да, повторяю, там, в монастырь какой-то съездить, там, какое-то паломничество, какую-то книжку прочесть, просто отдохнуть, в конце концов, что просто, может быть, перенапряглись, ну, а потом это все волнообразно проходит, как бы, начинаются новые периоды подъема, но может быть и так, что наступило время вашего, этого, вашей оставленности, такой, вашей гефсиманской ночи, такой, то есть, мне плохо, я один, что будет дальше, я не знаю, так бывает у каждого человека, с этим ничего не поделаешь, то есть, когда наступает такое время, это просто твое время, тебе нужно его пережить, вы когда-то говорили про седьмую утреннюю молитву к Пресвятой Богородице, что ее можно петь на какой-то глаз или распев, можете, пожалуйста, напомнить именно на какой? Помню, да, Сергей спрашивает, это молитва Пресвятой Богородице «Воспеваю благодать твою владычице», она может петься удобно на пятый глаз, так ее, так поют временами, такое-то «Воспеваю благодать твою владычице, молю тебя умы о благодати, ступайте правами на ставе путю христовых заповедей, детик, песни укрепи, уны не сонат гоняющий, тан-да-р-да-тан-да-дан, та-та-та-та-та-та, та-да-да-да-да-да, та-та-та-да-да-да, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, вот и пятый глаз, значит, на пятый глаз поются, там, ну, не важно, что поется, это сейчас не важно. Она так поется, да. По-моему, там даже она в некоторых молитвословах, она как-то и помечена, что там на пятый глаз. Глаза нужно, кстати, знать. Начинайте с того, что вот вот это пятый глаз. А восьмой, допустим, это благодарим Тебя, Христе Божий наш, после еды. А Царю Небесный, это шестой. А спаси Гос, люди твои, там. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да, это первый. Ну и так далее. То есть, это надо все, как бы, тоже, это тоже надо знать. Короче, так много надо знать. В общем, Матери Божией, седьмая молитва утренняя поется на пятый глаз. Очень красивая молитва, очень красивая, очень глубокая такая, мистичная такая вообще. Ее просто написал какой-то человек, который духовную жизнь знал, ну, очень глубоко. Прекрасно. Древними сказано лучше угощение, приготовленное из зелени с любовью, чем упитанный телец с ненавистью. Это даже не древними сказано, это известно, это не анонимное выражение. Это сказал премудрый Соломон в книге «Притчи». Это притчи. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, чем упитанный бык и при нем ненависть, да? Распля. И при нем распля. Верно ли, что человек, радующийся в светский праздник, угоднее Богу, чем ненавидящий в праздник престольный. Ну, вообще, безгрешная радость, как бы, это хорошее занятие. Когда человеку весело, и при этом никому не плохо от того, что ему весело. То есть, светский при этом праздник, не светский, как бы, это, как бы, в этом нет ничего плохого, это нормально, это хорошо. Да, то есть, здесь просто противопоставление, как бы, не очень уместное. Ну, в престольный праздник, конечно, плохо кого бы то ни было ненавидеть. Ну, если уж так уж говорить, то да, вы правы, как бы. Но это очень такое, знаете, ходульное противопоставление. Ну, типа, как бы, это, правда ли, что там неверующий добряк лучше, например, верующий злюки? Ну, как бы, теоретически, да, хотя это все гораздо сложнее на самом деле. Вот. Но это ложное противопоставление, потому что оттуда выплывает, как бы, такой возможный вариант, такое движение мысли, что да вот вы там, понимаешь, на праздник все злые, там, короче, такое. Не пойду я к вам на ваши праздники, лучше я тут повеселюсь без ваших праздников на этой, на атеистической вечеринке, допустим, да. Есть такой момент такой, а вдруг так лучше, да, будет. Здесь не нужно этого противопоставлять. Надо просто, как бы, знать, что христианину разрешена и светская радость тоже. То есть, ему можно и блюдо зелени, и откормленный бык. Ему и то, и то можно. И греха не должно быть ни там, ни там. Если вы, например, позваны, там, скажем, на какую-то там трапезу светских людей, там, вы можете идти, и пусть там будет все тоже мирно, там, ешьте, пейте, там, пойте песни, веселитесь, ни с кем не ссорьтесь, там, значит, с чужой женой раньше времени, значит, никуда не уходите, как бы, тайком от всех, ну, условно говоря. Если будет церковный праздник, идите, празднуйте, молитесь, пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте. Потом будет трапеза, трапезу, как бы, не имейте ни на кого зла. То есть, надо, чтобы было и то, и то. А вот это противопоставление, здесь есть такая, как-нибудь об этом подробнее поговорим. Ну, и вот мы подошли к завершению, это Сергей, Сергей тоже последние вопросы были от мужской аудитории. Значит, мы подошли к концу нашей передачи, сегодня память апостола Андрея Первозванного, он, мы в Писании находим очень мало того, что он сказал, но мы знаем очень важные слова, он, когда он узнал из Иисуса Христа без чудес. То есть, ему не нужны были чудеса, чтобы узнать в Иисусе Мессию. Он только спросил Иисуса Христа, где ты живешь? Он говорит, пойди, посмотри. Он пошел, посмотрел и понял, это Мессия. А еще он был учеником Иоанна Претечи, это Иоанн говорит ему, вот Агнец Божий. А еще он, когда узнал про Христа, он тут же побежал к Петру, к брату своему, и сказал ему важные слова. Мы нашли желаемого. То есть, мы нашли то, что мы хотели, то, что мы ждали, мы нашли. То, что отцы наши ждали, мы нашли. Что вы нашли? Нашли Иисуса, Мессию. Вот эти слова сегодня Андрей Первозванный обращает ко всей Церкви Божией, ко всем верующим людям. То есть, мы нашли, мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Мы нашли Мессию. Он пришел. Он Христос. Этот Иисус, он Христос. Так что вот, сегодня, такой еще важный день памяти апостольской. Благодаря Андрею и другим ученикам Божьим, Евангелие разлетелось, как стрелы из лука по Вселенной. И мы сегодня, уже столько лет спустя, мы имеем веру Божию, и мы надеемся на милость Христа, и мы хвалим Его по мере сил наших. И скоро будем праздновать Его Рождество, даст Бог, если доживем. Вот. И чего я вам желаю? Потому что Он есть желаемый и придет в храм свой, желаемый всеми народами. И для вас, благоговеющий, перед именем Божиим взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Спасибо всем за то, что вы уделили свое время, сердце, глаза и уши нашему общению. Да помилует вас Господь и да благословит на добрые дела обильными благословениями. До будущих встреч, даст Бог дожить. До свидания.